Всем привет! В эфире Ньюзеру Инцидент. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США подсчитало, с начала 2021 года в мире произошло свыше 160 природных катастроф. При этом большая часть из них пришлась на лето. За три месяца себя успели проявить все стихии. Огонь, земля, вода и воздух. Почему они взбунтовались против человека и самое главное, как не стать жертвой этого бунта. Вспомним главные природные катастрофы этого лета и расскажем, как действовать при столкновении со стихией прямо сейчас. В подземке метро это может все затопить очень быстро. Если что-то упадет на крышу, вас просто может внутри раздавить. А прокатят, а сейчас проскочу. А там вот таких желающих проскочить их очень много. Мы либо бежим, либо прячемся, либо сопротивляемся. Вода. В мире нет ничего слабее и нежнее ее, но она может разрушить даже самый твердый предмет. Этим летом вода продемонстрировала свою разрушительную силу в самых разных уголках планеты. Последние исследования говорят о том, что доля населения, подверженного риску наводнений, увеличивается в последние два десятка лет, более чем на 20 процентов. И прогноз такой, что дальше будет увеличиваться еще больше. В середине июля Европа ушла под воду из-за циклона Бернг. В результате погибли свыше 200 человек. В это же время ливни обрушились на китайскую провинцию Хэнань и унесли жизни полсотни граждан. Позже Китай столкнулся с тайфуном Инфа. Что же делать, если вы оказались в эпицентре наводнения? Нужно искать какие-то мощные предметы, строения, за которые можно схватиться, на которые можно забраться. По-хорошему, чтобы у вас была яркая одежда, чтобы вы могли подавать сигналы. Если у вас есть свисток, это очень хорошо. Рекомендую всем на ключах иметь его в виде белка. И это вам позволит и в темное время суток подавать сигналы. Этим летом в Лондоне, Киеве и Санкт-Петербурге под воду ушли станции метро. Обошлось без жертв. А вот в китайском городе Джинчжоу сотни человек не смогли выбраться из вагонов. 12 из них погибли прямо в поездах. В подземке, в метро это может все затопить очень быстро. И там уже никуда не денешься. Поэтому надо стремиться выбираться куда-то наружу, куда-то на поверхность. В августе наводнения дошли и до России. Первыми с аномальными дождями столкнулись жители Забайкалья. Затем ливни обрушились на курортные регионы Кубань и Крым. Зачастую следствием наводнений становятся грязевые сели. В Турции потоки грязи унесли жизни свыше 30 человек. Еще порядка 10 погибли в Таджикистане. Сейчас сели сносят все на своем пути в Дагестане. Сель, она опасна и нужно максимально серьезно к ней относиться. Брать документы, брать нужные снаряжения, как можно быстрее уходить. Причем вопрос, куда уходить? Стараться уходить в сторону выхода из ущелья. Потому что если вы не в ту сторону пойдете, сель сойдет, вы можете оказаться в западне. Наводнение, сель, оползни, все что угодно. Взрыв – это условно красная зона. И надо человеку оказаться в зеленой зоне, где ему это не угрожает. И тут в последнюю очередь надо думать о своем доме, о своем жилище. Надо как можно быстрее покидать эту среду обитания. Потому что дом, материальные ценности – это все наживное. Самое главное, как ни крути, это жизнь и здоровье. Попытка уехать от грязьевого потока на машине – не спасение. В Дагестане сели, смыли несколько автомобилей, в том числе с находившимися внутри людьми. Не нужно думать, что машина – это укрытие, которое спасет вас от всего. Нет, машины, как поплавки, они поднимаются и их уносят также в море, либо их река подхватывает, и в итоге люди погибают прямо в салоне. Огонь. Когда-то он стал величайшим открытием человека, но часто оказывается причиной бед. Причем в большинстве случаев по вине самого первооткрывателя. Как правило, когда говорят «природные пожары», представляют какие-то внешние причины. Хотя чаще всего 99,9% причиной является сам человек. Чтобы не было природного пожара, нужно, чтобы каждый человек, находясь в дикой местности, находясь на отдыхе, соблюдал правила пожарной безопасности в этих условиях. Потому что есть три причины природных пожаров. Это падение метеорита, это сухая гроза, извержение вулкана. Все остальное – это человек. Больше других регионов ежегодно с огнем борется Якутия. Этим летом площадь лесных пожаров здесь перевалило за 6 миллионов гектаров. Дым от возгораний в Якутии впервые достиг Северного полюса. Огонь также продемонстрировал свою мощь в Карелии, Башкирии, Мордовии, Вологодской и Оренбургской областях и других регионах России. Если пожар небольшой, постараться потушить самостоятельно водой, плотной тканью, лопатой, которую можете набросать землю и засыпать начавшийся пожар. Однако вы должны трезво оценивать свои силы. Если вокруг вас уже полыхает, вы понимаете, что вам не хватит ни воды, ни земли, ни плотной ткани, то стараться как можно быстрее эвакуироваться из этого места. Причем нужно бежать против ветра. В Якутии добровольцам, которые участвовали в борьбе с огнем, приходилось сталкиваться в том числе с самым опасным его проявлением – верховым пожаром. Он охватывает верхушки деревьев и может распространяться со скоростью до 70 км в час. Я в первый раз видел, как дерево, как бенгальский огонь вспыхивает высотой 4-5 метров. И довольно страшное зрелище. И этот пожар уже ничем не затушишь. И там оттуда только убегать. Если человек оказался в зоне верхового пожара, но ему остается только молиться, огонь как раз хорошо поднимается вверх. И нужно искать низину. В идеале, если вы найдете, реку, озеро выдаем и сможете добежать до источника воды и сможете просто уйти в плавь. Это спасение. Ну, либо стараться уходить перпендикулярно горению. Потому что если огонь идет на меня и я буду убегать, есть вероятность, что просто я не успею. Поэтому мне нужно уходить в сторону. Если ветер дует в лоб, то уходить вот из этой стороны, чтобы огонь прошел по возможности мимо. Самые отважные пытались пробраться сквозь огонь на автомобилях и даже локомотивах. Однако эксперты не рекомендуют повторять такие подвиги. Зачастую все вот фатальные ситуации случаются из-за беспечности людей. Что люди думают, а прокатят, а сейчас проскочу. А там вот таких желающих проскочить, их очень много. Надо понимать, насколько близко вы располагаетесь к очагу, насколько велика вероятность того, что просто случится возгорание машины, либо случится какое-то поражение, какой-то тепловой удар. То есть надо понимать целесообразность своего движения. Горела этим летом и любимица российских туристов Турция. Сильнее всего стихия ударила по городам Манавгат, Анталья, Бодрум и Марморис. Более 180 человек пострадали, еще 10 погибли. В Калифорнии в это же время бушевал пожар Дикси. Его пламя уничтожило целый городок, исторический Гринвилл. Если скрыться от последствий огня не удается, важно защищать органы дыхания. Надо готовить запасы воды, надо готовить мокрые тряпки для того, чтобы ни в коем случае не открывать окна. Потому что если в доме это все наполнится, тоже будет дышать нечем. И надо запомнить одну простую вещь, что в пожаре, в любом, даже в обычных бытовых пожарах убивает не огонь, убивает дым. Защищать органы дыхания рекомендуют и в случае возникновения песчаного шторма. Мощная буря из песка этим летом накрыла китайский город Цзюань. Так эффектно с жителями Китая решила поиграть следующая стихия – воздух. В этом случае помочь спастись могут уже знакомые всем по пандемии средства индивидуальной защиты. Маски желательно полные лицевые, которые с фильтрами, которые будут спасать и будут позволять дышать в дыму от смога, которые будут позволять нормально себя чувствовать и быть в относительной безопасности в случае песчаной бури. Элементарно очки защищать органы дыхания, органы зрения всеми подручными средствами, наматывать футболки в том числе, что-то еще. В конце июня мощная торнадо обрушилась на Чехию. Стихия смела сразу несколько сел. Пострадали свыше двух сотен человек. В этом году воздух ударил и по России. В Татарстане, Сочи и даже Челябинской области пронеслись редкие для регионов нашей страны смерчи, в том числе водяные. Смерч – то же самое, что и землетрясение. Надо как можно сильнее понижать свой уровень, становиться в какой-то более компактной зоне, где этот смерч может пройти и тебя там не поднимет, не перемелет и не разрушит эту конструкцию. То есть, если есть какие-то подвалы, еще что-то, то надо именно там оказываться. Земля не осталась этим летом в стороне других стихий. Масштабное землетрясение магнитуды 7,2 произошло в середине августа на Гаити. В результате погибли свыше двух тысяч человек. Еще 12 тысяч получили ранения. В такой ситуации, как и при возникновении смерча, лучше уходить как можно ниже. Отличным укрытием может стать метро. Если при наводнении мы стремимся подняться как можно выше, то при землетрясении нужно опуститься как можно ниже. И если есть возможность спуститься в метро, в какую-то подземку, нужно спускаться соответственно туда и уходить куда-то в какие-то подвальные помещения. Потрясло этим летом и Камчатку. Здесь, к счастью, обошлось без жертв и разрушений. Если вы почувствовали толчки и вы находитесь в здании, нужно как можно быстрее осуществить эвакуацию. Эвакуируемся мы на открытую площадку, и помним, что возле здания находиться нельзя. Если же вы не успели выбежать из помещения, вам нужно искать жесткие зоны, жесткие опоры, конструкции, то есть силовые элементы зданий, где вас не придавят и стараться находиться там. В таком случае может помочь машина, однако не ее салон, а кузов. Он может послужить временным укрытием. И если уже начинает трясти сильно, то искать укрытие в машине не стоит, так как, опять-таки, если что-то упадет на крышу, вас просто может внутри раздавить. Здесь хороший вариант сесть рядом с машиной. Если я сяду рядом с машиной, то любое упавшее дерево, оно даже если упадет, я здесь нахожусь в этом треугольнике безопасности. И здесь я достаточно сильно защищен. То же самое касается зданий. То есть если я вижу какую-то выпуклую часть, я сажусь рядом и понимаю, если что-то упадет, я окажусь в этом треугольнике безопасности. Аналогичным образом можно спастись от камнепада. Только на месте автомобиля должен быть крупный камень. За ним можно спрятаться от более мелких, но это не единственный ключ спасению. То есть надо быть в фокусе, надо прятаться за каким-то крупным, если это прям сильный камнепад, будут катиться в любом случае и падать и мелкие камни, и крупные камни. И надо стремиться спрятаться от мелких, потому что их будет больше. И если есть возможность куда-то перебежать, куда-то спуститься, встать за какой-то склон, чтобы камни облетали тебя сверху, то надо это делать. То есть надо максимально понизить свой уровень. И главное правило – никаких телефонов. И люди сейчас в наше время зачастую допускают очень большую ошибку. Они достают телефоны и начинают снимать. И пока он сфокусирован на том, что он начинает снимать что-то, он может с другой стороны просто получить другим же камнем. Этим летом мощный камнепад убил 9 туристов в Индии. А жителю Дагестана чудом удалось спастись. Но лучше не надеяться на судьбу, а позаботиться о своем здоровье заранее. Тогда градус опасности при столкновении с сюрпризами погоды можно будет снизить. В критической ситуации человек не поднимается до уровня своих ожиданий, а падает до уровня своей подготовки. Именно поэтому нужно готовиться. Надо мониторить все равно погоду, надо быть наблюдателем, надо думать о своей безопасности, смотреть прогнозы погоды. Пользуйтесь рекомендациями специалистов, не жалейте времени на планирование, а сил на подготовку и берегите себя. Это был Ньюзру инцидент. Если хотите быть в курсе самых резонансных событий, подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик. А если ваш инцидент попал на видео, делитесь им с нами. Присылайте на почту видеособаканьюз.ру. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok